Доброе утро! Это Укрлайф ТВ. Мы начинаем наши прямые эфиры и гость нашей студии Александр Рар. Ему мы будем звонить в Германию. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Александр Рар известный человек, известный эксперт, он журналист-международник, он координатор немецко-российского форума, он человек, который долгое время входил в правление Ялтинской европейской стратегии, сейчас остается в кругу ее друзей, он член Валдайского клуба, ну и вообще грамотный авторитетный эксперт. Александр, здравствуйте! Ну вам спасибо за такие слова. Ну тут из песни слов же, как говорится, да? Александр, ну вот весь мир замер в ожидании инаугурации Трампа. Вот я не могу вспомнить, чтобы еще когда-нибудь инаугурация хоть какого-то лидера мирового вызывала столько ажиотажа во всем мире. Что это такое? Это ожидание каких-то глобальных перемен или это, не знаю, ну что это такое? Что происходит в мире? Почему все ждут Трампа? Кто с ужасом, кто с восторгом? Ну я бы сказал, что Трамп просто неординарная личность, неординарный человек, неординарный политик. Такие люди пока что не избирались на пост президента Соединенных Штатов Америки. На пост президента Америки избирались люди, которые выдвигали их партии, или бывшие сенаторы, конгрессмены, политики. Ну правда Рейган был такой, который тоже был избран президентом, но он был все-таки конгрессменом до этого, но до этого работал, конечно, многие леды актером. Но Трамп абсолютно большая загадка. Никто не знает, что на самом деле будет делать в Америке. И действительно есть предположения, есть всякие надумки по поводу того, что он сможет, как самый влиятельный политик в мире, кем он станет, после того, как станет президентом Америки, изменить мировой порядок. Этого многие ожидают, и многие опасаются, и третьи очень боятся. И поэтому действительно вокруг его инаугурации сейчас такой большой ажиотаж. И действительно, объективно, надо сказать, что мир уже в преддверии его инаугурации начал резко меняться. Это не только связано с приходом власти Трампа. Приход власти Трампа связан с тем, что и на Западе есть очень много проблем, есть очень много изменений, внутренних изменений, которые еще 2-3 года назад никто не мог предвидеть. Мы живем в интересное время, которое, может быть, становится революционным. Александр, вот сегодня в интервью для Бильд Трамп раскритиковал Меркель за ее политику по отношению к мигрантам, хотя высказался о ней с большим уважением. Вот как вы думаете, после инаугурации первая страна, куда поедет Трамп, будет Германия, может быть, или какая-то другая страна? Ну, логично было бы, если бы Трамп приехал в Германию или в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского Союза, так же, как и его предшественник. Обама провожал Запад, или прощался с Западом таким образом, что приехал в Берлин, а навстречу с ним сюда уже прилетели лидеры Франции, Италии и Испании. Я думаю, что-то подобное может произойти в течение следующих недель или месяцев и с планами Трампа, хотя я слышал, что Трамп хочет приехать действительно в Германию, и после этого не удивляйтесь лететь в Москву. Это будет его европейский турне, потому что ему есть чем и о чем договориться и с Берлином по поводу Запада, и с Москвой по поводу очень многих геополитических проблем, которые возникли в этом мире. Но Трамп, во всяком случае, должен быть в Европе самое позднее, 6-7 июля этого года, когда в Гамбурге будет проводиться Большая Двадцатка. Но я предполагаю, что он уже наверняка тоже будет участвовать в саммите Большой Семерки, который в июне будет происходить в Италии. Так что в Европе мы его ждем. Скажите, как Россия после последних назначений или кандидатур на какие-то ключевые посты, которые Трамп инициировал, как Россия сейчас себя чувствует? Какие у нее ожидания? Действительно ли она чувствует, что Трамп это, по сути, человек, который ближе к ней, чем Хиллари, например? Ну, мне кажется, что Путин очень надеется, что он с Трампом сможет договориться. Потому что есть одна вещь, которая четко изменится в правлении Трампа. Уйдет вот этот фактор политики ориентированной ценности. Политика ориентированной ценности – это традиционная политика демократов в Америке. Ну и не оконов, как не хотите, все-таки от республиканской партии при Буше. А Трамп делает все, чтобы подчеркнуть, что у него будет жесткая политика. У него будет политика, которая будет направлена на интересы Соединенных Штатов Америки. Но он отказывается от вот этой расплывчивой идеологии либеральных ценностей, которые только тушируют, может, на самом деле, интересы, которыми государство пользуется. И в этом плане у него действительно будет очень прямой разговор с Путиным, который тоже отвергает вот такую политику ценностей, который ориентируется только на политику жестких интересов. И тут действительно, мне кажется, произойдет вот такая битва гигантов. Правда, Трамп, Америка сегодня сильнее России, но они встретятся. И от этой встречи будет очень многое зависеть. Или договориться уважать интересы друг друга, и респектировать друг друга, и этим самым, может быть, привести в мир какой-то стабилизации. Или разойдутся действительно очень жестко. Что Украина может ожидать? Вот, как вы сказали, битвы гигантов. Ну, если я бы мог бы дать рекомендации, я не знаю, я же немецкий политолог, мне все-таки кажется, что Украине тоже нужно сейчас видеть одно, что надеяться только на помощь со стороны Америки, как это было возможно при Обаме, уже нельзя. И нужно где-то пытаться своими силами выстраивать нужную для Украины, опять я не побоюсь этого слова, не помню, кто его придумал, кому Кучма, двухвекторной политики, чтобы самостоятельно договариваться с Востоком и Западом, исходя тоже из своих интересов. И не следует только политике и ценности, которая, с моей точки зрения, тоже очень важна, но она иногда кажется, вот как этот самый флаг, который несешь перед собой, а на самом деле ей много в мире изменить нельзя. Мне кажется, что Украине сейчас, если все так будет, как мы сейчас ожидаем, что Трамп действительно реализует свою политику и будет говорить, что «America first», что Америка в первую очередь волнует, и что европейцы пусть платят сами за свою безопасность, что НАТО и Европейский Союз, да, это важно, но с другой стороны Америка больше не будет поощрять эти организации, так как это было в предыдущие десятилетия, что нужно придумать, может, какой-то другой контекст безопасности. Ну, тогда что, Украине нужно будет, она же уже подписала ассоциацию с Европейским Союзом, там очень много сказано о вопросах безопасности, договариваться теперь более серьезно, чем это Украина пока делала с Берлином и с Парижем. И действительно вести себя более по-европейски, чем по-трансатлантически. Но я не знаю, это все мы посмотрим, как это будет выглядеть потом на самом деле. Ну, послушайте, договариваться с Берлином и Парижем все сложнее, потому что вот в Париже там выборы на носу, да и в Берлине, прямо скажем, тоже. А особых успехов вот для этих политиков... Ну, я не могу сказать, что жизнь легкая, я же говорю, и вы, я думаю, с этим согласны, мы живем в мире революционном. У нас не будет революции в Европе, никакой Европейский Союз никуда не разваливается. Но он меняется, и только слепой этого не видит. Англия выходит, Греция на грани опять какого-то дефолта. Север и юг Европы уже мыслят по-другому. Во Франции, вы правы, будут выборы, которые приведут власти другого президента, который тоже будет отказываться от этой политики либеральных ценностей. Госпожа Меркель от нее не отказывается, но она тоже будет, как лидер Германии, где-то учитывать новую обстановку, новую консуляцию сил, которая образуется в Европе. Вы видите, что на Востоке Европы все больше и больше стран уже начинают подчеркивать свои национальные ценности, тоже отходить от этой либеральной идеологии. Который был красивый, как запакованный такой красивый пакет, в котором мы жили. Но это нереальная политика. И поляки, и венгры, и румыны сейчас, и болгары, они ведутся сейчас по-другому внутри Европейского Союза, чем еще несколько лет тому назад. К этому нужно быть готовым, к этому нужно ходить. Украина хорошие дипломаты. Я думаю, очень хорошее чутье, историческое, как страна, которая и в том, и в другом мире в Европе существует. Она, я думаю, нащупает и поймет, что нужно делать. Но Германия, по-моему, остается сейчас локомотивом все равно, в экономическом плане, может, даже в политическом для Европы. Поэтому я бы действительно ориентировался сегодня на Берлин. Я думаю, что у госпожи Метлис хорошие шансы быть переизбранной. Но она, конечно, будет тоже от Украины требовать полное исполнение Минских соглашений, о том, что она будет делать в отношении Москвы. Ну вот, сегодня Байден был в Киеве. Вы наверняка знаете об этом. И мне бы очень хотелось прочитать его слова, которые он сказал, когда вышел после встречи с президентом. Он сказал, что Минский процесс – это единственный путь для Украины остаться единой. Вот, послушайте, но третий год пошел уже Минску-2. Ничего не поменялось. Все топчутся на одном и том же месте. Обстрелы в зоне столкновения, в зоне военных действий увеличились. И непонятно, что это снова за предложение. Вот вы сказали, Меркель будет наставить на выполнение Минска. Вот Байден снова вернулся к этому вопросу. Как его выполнять, если оно не работает, Александр? Ну, не работает. Ну, вы немножко сгущаете краски, хотя во многом вы правы. Но нужно помнить, нужно, давайте вспомним, об этом мы последний раз говорили, что в начале 15-го года, во всяком случае в течение второй половины 14-го года, и до начала 15-го года на востоке Украины начиналась настоящая война. Настоящая война, которая могла бы преврасти в Третью мировую войну. Если бы действительно в действие вошла бы тяжелая артиллерия, если бы действительно профессиональные крупные армии российская и западная, которые встали бы на стороне Украины, начали бы воевать друг с другом, это была бы Третья мировая война. Ее нужно было бы что бы то ни стало остановить. Может быть, я не знаю, я не советую Украине, я не общаюсь так уж с президентом Украины, но мне кажется, что Украина тогда все-таки надеялась на то, что по моральным соображениям Запад стопроцентно встанет на ее сторону. И со временем будет поставлять оружие и так далее, и так далее. Может быть, Америка к этому была готова. Но Германия и Франция рассчитали не в обиду Украине, это сказано. Тогда ситуацию в Европе по-другому. Поняв, что ради сейчас войны на востоке Украины не нужно рисковать то, что вся Европа может просто оказаться в Третьей мировой войне. И поэтому придумали Минск. Минск – это сложный процесс, очень сложный процесс, потому что с точки зрения многих в Украине, ну давайте будем откровенно и честны, это поражение. Это поражение, это отдача части территории, под российский протекторат. Это, в принципе, сдача Крыма, хотя не официальная. И нужно будет в рамках МИД, конечно, соглашаться на то, что здесь с Россией война закончится, но Запад и Россия как будто вместе будут по-прежнему в экономическом плане сотрудничать и восстанавливать Украину. Я понимаю, что для многих в Украине это выгодно как поражение, но в истории всегда так получается. Иногда одна страна выигрывает, другая проигрывает. Мы это так знаем. Тут патовая ситуация была, мне кажется, невозможна. Нужно было договориться тогда, в 2015 году, о том, чтобы прекратить войну и чтобы люди не умирали. И тогда были сделаны определенные подписи. Если через год или через два кому-то кажется, что это поражение, то это проблематично, потому что два года назад все-таки был подписан этот самый договор, который нужно исполнять. Если договора не подписываешь, на который соглашаются все стороны, то они ни к чему не годятся. Поэтому немецкая и французская стороны, я думаю, вся Европа, может быть, за исключением Польши, прибалтийские государства, которые тоже очень критически относятся к Минским соглашениям, все равно Европа считала, что вот этот компромисс, который, может быть, кто-то в Украине считает поражением, ну, кстати, может, в России кто-то считает поражением, мы же сейчас как пофилософствуем, но нужно будет исполнять. Это единственный выход для того, чтобы стабилизировать ситуацию и остановить большую войну. И в этом плане я согласен с европейцами, я и согласен теперь с Байденом, который понимает, что в Америке не будет больше тех рычагов, и не было тех рычагов влиять на ситуацию. Он отдает все, цептор дальнейшего миротворчества в руки госпожи Меркель. Это Обама сделал при уходе со своего поста, и сейчас, конечно, она и будущий французский президент во многом будет гораздо больше отвечать даже за реализацию минских процессов, чем было бы до этого, потому что до этого всегда в Киеве были какие-то надежды, что на самом деле за всем стоят американцы, можно будет обратиться к Америке, Америка где-то защитит. Сейчас Крам будет договариваться с Россией о Сирии. Это уж совсем точно. Ему нужна Россия для борьбы с ИГИЛ. Он не будет воевать с Асадом, он будет воевать с ИГИЛ. Он должен это все обеспечить. Поэтому ему Россия нужна в Сирии. Это нужно тоже понимать. Это сложная дипломатия. Может, кому-то это не подходит. Но для этого, конечно, будучи американской администрацией, нужно было во что бы то ни стало решить проблему в Украине. Лучше всего это сделать так, чтобы выполнить Минские соглашения. Тогда будет определенный покой. Пораженческое настроение будет где-то частично в Украине. Частично, может, как раз и нет. Тут появятся новые возможности. Территории же не уходят на востоке из контроля украинского правительства. И поэтому тут появляются новые шансы воссоздать территорию, вложить туда деньги. И, может быть, где-то даже изменить политику. Александр, вот исполнение Минска в том виде, в котором он существует, означает ли это для Украины возвращение к двухвекторной, если хотите, внешней политике, как и было во времена Кочмы? Я честно говорю вам, сейчас даже как человек, который помнит, как в Германии, трудно было вести двухвекторную политику во время Холодной войны, когда Германия была частью НАТО, Европейского Союза. Но у него было специфическое положение. ГДР находился на той стороне. И нужно было ввести, как это Вилли Брандт тогда тоже делал в 70-е годы, двухвекторную политику. И прозападную, и тоже не про Советский Союз, но особенную политику в отношении своей восточной Советской империи. Да, я думаю, что Украина сегодня в такой ситуации, где тоже нужно ввести двухвекторную политику. Я думаю, вы меня поправьте, если я не прав, что многие украинцы, во всяком случае, до военных действий, я думаю, тоже через год или два, будут тоже рады за то, чтобы двухвекторная политика стала бы абсолютной реальностью. Ее просто нужно делать правильно, не так, как это делал Янукович. Мне кажется, что Кучма во многом здесь преуспел. Он показал, как это можно делать. Ющенко этого не делал. Мне кажется, что когда-то все равно в Украине опять укрепятся и партии, которые будут ставить на восточно-украинский электорат. Конечно, страна никуда не разделится, как может Байк это боится. Но действительно настроение на востоке Украины, могут быть по-другому, чем на западе Украины. Будущее правительство или президент Украины сможет, или должен просто это сплотить нацию таким образом, чтобы предложить ей дееспособную двухвекную политику. Без этого, извините, мне кажется, Украине будет очень трудно в этом геополитическом мире и в этой революционной обстановке существовать. Вы очень хорошо знаете Виктора Пинчука. Вы очень долго были членом управления Ялтинской европейской стратегии. Вы, конечно, знаете, какой ажиотаж вызвала статья Виктора Пинчука в «Острый Джонал». Вот что вы думаете по этому поводу? Вы, конечно, читали в «Украинской правде» объяснение. И вот ваше размышление по этому поводу. Что это было? Зачем это было? Зачем Виктор это предпринял? Потому что некоторые эксперты говорят, что это его устами или через него идет диалог с новой администрацией. Многие это опровергают. Вот ваш взгляд из Берлина. Что это такое? Ну, взгляд из Берлина – это такой общий взгляд. Я лично скажу все-таки, Виктора Михайловича, я знаю, сколько там, 13 лет мы действительно создавали ЕС. И до 2013-2014 года как раз такая организация, как ЕС, вот и пыталась осуществить вот такую двухвекторную политику. После того, как, да, мы не глядели, мы не знали, что может такая катастрофа произойти, как в 2014 году она произошла. После этого действительно и ЕС полностью изменился и встал полностью на позиции, естественно, прозападной политики и интеграции с Западом. Но я помню, какие усилия мы тогда предпринимали, чтобы тоже усилять вот восточный вектор внутри ЕС. Таким образом, я пытался тоже это делать как немец в свое время, может и немцы были за это. Мне кажется, в этом духе нужно интерпретировать тоже политику Пенчука. То есть статью Пенчука, она, я бы сказал, очень смелая. Потому что я понимаю, как трудно такую статью сейчас писать в стране, которая находится в военном положении в отношении России. И писать о каких-то идеях будущего, которые сегодня кажутся абсолютно неприемлемыми. Но кто-то же должен это делать. Кто-то должен нащупывать новые варианты для того, чтобы где-то находить новые спасательные руки или находить новые мосты или новые дороги из этого, из этой каши, из этой очень серьезной ситуации. Мне кажется, что эта статья достаточно аналитическая. Он понял вектор этого развития. И это не проженческая статья, как некоторые, я тут вижу, ее называют. Это реальная статья, которая открывает и предлагает определенные возможности, которые можно и не принимать. Но мне кажется, что в украинском уководстве есть люди, которые будут, может, в открытом это не говорить, но очень четко читать вот эти предложения и думать, как, может быть, не реализовать именно эти предложения. Но как, исходя из этих предложений, делать следующие анализы и думать, как действовать дальше. Вот из того, что вы сказали, Александр, означает ли, что Европа уже не будет писать новые сценарии для решения конфликта, решения военных действий на Украине? То есть вот эта позиция, Минск, он есть и он должен быть исполнен. Или все-таки остаются еще для Украины какие-то варианты, я не знаю, там, Будапештский формат с привлечением штатов в Британию? Или, может быть, какие-то другие варианты? Или все-таки Европа для себя все определила, с вашей точки зрения? Ну, я сейчас не знаю, как на этот вопрос вас ответить. Можно по-разному отвечать. Но я попытаюсь реально посмотреть на вещи. Никого не хочу обижать, но мне кажется, в нынешних условиях, в которых мы живем, да, мы Украина, я люблю Украину, это не самая главная проблема сейчас. И не до Украины, вот европейцам, европейцам придется сейчас решать проблему, о которой не два-три года тому назад, вообще не задумались. Внутренние устои Европейского Союза и НАТО под вопросом. Есть для многих европейцев открылся новый фронт, в кавычках, конечно. Это американский президент, который будет давить на Европу и пытаться ее изменить. На Востоке есть серьезный конфликт между Европой и Россией, который тоже нужно переболеть, перестоить. Внутри Европы появляется третий фронт. Люди, которые, правопопулисты, которые вдруг задают вопрос, зачем нам эти либеральные ценности, начинают пытаться изменить саму Европу снизу. Такого не было за последние 30-40 лет. Я просто такого не помню. Это еще не революционное движение, но на выборах мы видим, как правые популисты набирают все больше и больше веса. Но не до Украины сегодня. Поэтому европейцы будут пытаться, украинское руководство уговорить. Сейчас подписать Минск, потому что других вариантов сейчас нет. Но не будет сейчас на стороне Украины отвоевывать Восток Украины. Никто не будет сегодня военным путем с Россией конфликтовать по поводу Крыма. Все эти вопросы будут взяты в скобки, потому что у Европы совсем другие проблемы. И мне кажется, если, насколько я понимаю, Европейский союз, Европейский союз, лидеры, во всяком случае, не Польши, и Прибалты, и Шведы, но немцы, и французы говорят, что нам все равно нужно и России дать перспективы в будущей Европе. Нам нужно действительно вернуться, тем более, когда Трамп сейчас не хочет выстраивать Трансатлантический союз между Америкой и Европейским союзом, я имею в виду экономическую свободную зону, то сейчас, ну не популярный, но, скажем, в аналитических кругах и политических кругах начинает обсуждать все больше и больше идею общей Европы от Владивостока до Лиссабона. Мы об этом с вами последний раз говорили, это идея, которая будет охватывать всю Россию, все пространство в БСЕ, в Европе, которая не будет исключать где-то Америку, но где континентальная Европа вместе с Россией будет пытаться найти общий язык в экономическом плане. Естественно, это не будет происходить против Украины, или Белоруссии, или Молдовы. Это будет попытка найти новый ответ о том, как выстроить этот очень сложный общий европейский дом, уже на общих интересах, а не на общих ценностях, как это казалось более правильно еще 10-20 лет тому назад. Ну вот немецкая внешняя политика изменится с уходом Штанмайера, вот когда он там в президенты пойдет? И кого прочат в новые министры на стороне? Ну Штанмайер был авторитетен, он был известен и так далее. Штанмайер все равно был одним из лидеров социал-демократических партий, младшей партии в правительстве Меркель. У нас по конституции внешнюю политику определяет канцлер, то есть госпожа Меркель. И пока она канцлер, я думаю, во внешней политике мало что изменится. Меркель, правда, для нее сейчас очень сложно будет, потому что, конечно, она оставила последние 10 лет и выстраивала свою внешнюю политику абсолютно откровенно на Америку. Она ориентировалась на многом на интересах Соединенных Штатов Америки. Она считала, что вместе с американцем можно проводить эту большую крупную политику, ориентированную на ценности во всем мире, менять мир к лучшему. Сейчас она понимает, что при Трампе это будет невозможно. Конечно, кое-кто тут в Германии, в Европе надеется, что через год будет проведен импичмент. Трампа его, собственно, американские элиты уберут, и тогда все будет опять хорошо, но я в это не верю. То есть, насчет импичмента я не знаю, но насчет того, что все будет так, как раньше, я в это не верю. Мир просто идет по другому пути. По какому, я тоже пытаюсь это нащупать. Но немецкая политика, конечно, она все-таки традиционная. Тут у нас прекрасный аналист, хороший дипломат. Она будет пытаться делать все для того, чтобы в первую очередь сейчас, это главная задача, стабилизировать Европу, чтобы не дать Европейскому Союзу распаться. И с одной стороны, будет дальше делаться все для того, чтобы привлекать восточно-европейские страны, Польшу, прибалтийские страны, новых членов Европейского Союза и НАТО все больше и больше в общий консенс. Германия будет во многом идти навстречу этим государствам, которые требуют просто больше защиты и больше влияния внутри Европейского Союза. Но в то же самое время, мне кажется, что и Германия будет выстраивать уже по-другому, более исходя из интересов и конструктивных интересов, свои отношения в плане Украины, России, Центральной Азии и Ближнего Востока. Придется начинать не с чистого листа, но ввести более реальную политику, реальную политику. Она не противостоит этому политике, ориентирована на ценности, но где-то становится более важной, чем вот эта самая днагматическая политика, которая до этого определяла во многом нашу Германию политики. В то время, когда все в Европе было хорошо, и когда можно было фактически Европу управлять, где-то сидя на диване. Сегодня погода изменилась, вокруг Европы действительно штурмы во всем отношениям, во всех отношениях это нужно, тут нужно будет очень много что делать. А что касается замены Штайнмайера, ну, по всей видимости, его заменит господин Шульц, Мартин Шульц, который руководил Европейским парламентом, он вернется в Германию. Я его просто знаю как политика Брюсселя, он был лицом Брюсселя. Кстати, того Брюсселя, который многие в Европе и отвергают, потому что отвергают бюрократию брюссельскую. Но в то же самое время у него есть здесь шанс стать национальным политиком сейчас. Не знаю, как он внешнюю политику будет вести, опять-таки я подчеркиваю, что его будет определять не он, а Меркель. Но сейчас начинается очень интересная избирательная кампания в Германии. И там российский фактор, конечно, будет, может быть, даже доминирующую роль играет. Потому что многие круги здесь боятся, что Россия, так же, как тут писал, вмешивалась в американские выборы, будет здесь вмешиваться в немецкие выборы. Другие говорят, что это все туфта, что это попытка, конечно, правящих кругов, которые понимают, что они проигрывают где-то спихнуть всю вину на кого-то другого. Но атмосфера здесь очень тяжелая в этом отношении. Поэтому посмотрим, как себя партия будет позиционировать. Христианские демократы, мне кажется, будут поставить на повестке дня защиту Европы от кибератических атак. Я думаю, что социал-демократическая партия скорее будет, ну, не знаю, но она будет искать скорее возможности поговорить с Россией, тем более, что если это будет делать Трамп. Зеленая партия, которая тут тоже влиятельно будет пытаться стоять на очень жестких позициях, тоже скорее идеологических. Левая партия, посткоммунисты, тоже достаточно влиятельная партия. Здесь самая главная оппозиционная партия, кстати, у нас в парламенте. Скорее будет пытаться опять выстраивать нормализацию с Москвой. Видите, очень трудно говорить, куда Германия будет идти, но избирательная кампания во многом сейчас все продемонстрирует. Ну вот, хоть вы сказали, что Меркель может, и мы тоже так думаем, останется канцлером в Германии, но тем не менее, вот социал-демократы кого будут выдвигать? Шульцем? Ну, я думаю, что их лидера, господина Габриэля. Все, ты Габриэль. Ну, а почему нет? Он, многие тут, ну, средства массовой информации его не очень любят почему-то. Ну, они предпочитают Шульца, но я думаю, что это же не главное. Габриэль был, по-моему, 10 лет уже лидером социал-демократической партии, у него большой вес, много знаний, он как министр экономики много сделал правильного для Германии. С ним связано тоже, тут определенное, ну, во всех отношениях, он был вторым человеком сейчас в государстве. Внешняя политика, у него есть что показать, предъявить свой авторитет, свои знания, свои возможности. Я не думаю, что у него есть шанс выиграть против госпожи Мерклю. Социал-демократические партии сегодня поддерживают не больше, чем 20% избирателей. Госпожа Мерклю поддерживает все-таки, как-никак, сегодня 35% немецких избирателей. Но потом же самое важное, какие коалиции у нас будут. Ни Мерклю, ни Габриэль не смогут единолично стать канцлерами. И Мерклю это не сможет. Где придется создавать коалицию, опять может с тем же Габриэлем, или с зелеными, или может быть с либеральной партией, с свободными демократами, если они попадут в парламент. То есть это будет вторая стадия уже постановления или создания правительства, где опять много может измениться, где опять требуются очень серьезные компромиссы. И только после этого можно будет четко сказать, в каком направлении будет двигаться Германия. Насколько популярны крайне правые партии в Германии? Ну они популярны. Вы имеете в виду альтернатива для Германии? Конечно, да, альтернатива для Германии. Она набирает очень много веса. Потому что, ну я вам так скажу, я думаю, их лидеры неизвестны. Кроме там этой госпожи Петри, которая не сползает с экрана телевидения. Но в принципе эта партия неизвестная. Но в то же самое время она очень пользуется громадным весом. Она среди протестного электората. Протестный электорат делает, он в Германии существует. И он набирает вес. Многие люди будут голосовать за альтернативу партии в Германии. Не для того, чтобы ее сделать правящей партией. А для того, чтобы наказать Мерка за политику беженцев. Александр, как вы думаете, вот эта проблема с мигрантами, с беженцами в Европе, она может повлиять на получение Украины безвизового режима, о котором так долго-долго говорили? Ну если бы не было у нас кризиса беженцев, я думаю, что вся эта проблема довольно давно бы уже была решена. И украинцы бы ездили бы сюда безвиз. Но поскольку немецкое население сейчас стонет, потому что границы в 2015 году были распахнуты, сюда полтора миллиона человек приехало, многие из них не зарегистрировались, многие выбросили свои документы, многие здесь приехали не для того, чтобы искать политическое убежище, а чтобы убивать и воровать. Здесь у нас развился терроризм. Понимаете, впервые за то время, что я живу в Германии, уже больше 50 лет, я чувствую здесь у многих людей начинается сильный дискомфорт, потому что Германия начинает меняться, и никто не понимает, как эту проблему решить. Есть проблемы, которые можно решить в течение недель, месяцев, года, а эту проблему наплыва от мигрантов, а это же продолжается, правда не в таких масштабах, но все понимают, что остановить этот поток очень сложно, делает людей где-то незащищенными, и многие это сегодня так чувствуют. И в такой ситуации объяснять немецкому обществу, что сейчас мы будем открывать границы на восток, будем открывать границы туркам, украинцам, россиянам, многих здесь может напугать. Поэтому политики к этому вопросу, несмотря на то, что 2-3 года тому назад обещали обратное, сейчас будет относиться с большой осторожностью. Ну вы думаете, вот весной все-таки есть шанс Украины получить без виз, или все-таки нет, пока выборы во Франции, в Германии не пройдут, и какой-то не будет уже результат этих выборов? Ну вот я думаю, что выборы это решающее. После выборов у политиков будет опять 4 года времени вести политику, правильно или неправильно, но где-то они не будут больше под таким давлением своего электората находиться, поэтому там много можно сделать. Потом, мне все-таки кажется, ну и Украина есть шанс еще раз, еще раз доказать, что она действительно идет в сторону Европы. Ну посмотрите на то, что пишут здесь в СМС информации. 2 года назад писали более позитивно об Украине, чем сейчас. А что сейчас пишут, Александр? Вопрос коррупции все это раздражает, о чем еще? Вопрос коррупции, не то, что в Украине свобода мнения развивается, что есть демократические институты, это здесь, в Германии это не вызывает сомнений, это все поддерживается, но пока вот немецкий бизнес не может раз и навсегда сказать, что чувствует себя очень комфортабельно и хорошо на вашей земле, до тех пор эти негативные сигналы поступают здесь в общество. Есть очень много проблем, даже друзья Украины, которые приезжают на Украину, возвращаются, говорят, что они разочарованы. Вот такие месседжи нужно менять в позитивный нарратив, не искусственно, а своей собственной политикой. И мне кажется, в этом отношении очень много, что Украина может и должна еще сделать. Когда будут отменены санкции по отношению к России или они не будут отменены вообще? Вы знаете, это тоже такой вопрос, очень сложный, потому что я думаю, что когда начался Минск, то санкции вводились для того, чтобы заставить Россию исполнить свою часть Минских соглашений. Но сейчас есть во всяком случае тоже понимание того, что и Украина стоит на тормозе и не хочет какие-то реформы проводить, ради, потому что ей выгодно, что Запад накладывает санкции на ту же самую Россию. Потому что Украина находится в жестокочем конфликте, многие говорят, в войне с Россией. Поэтому развязать этот узел-то нужно. Санкции в отношении России не делают для того, чтобы задушить Россию, хотя некоторые страны, может, так это видели. Для того, чтобы Россию в определенную сторону толкнуть, чтобы она пошла. Сейчас есть очень много интересов, особенно в немецкой бизнес-кругов, опять начинать возвращаться на российские рынки, в том числе и на украинские рынки. Поэтому вопрос о санкции будет стоять. И вопрос о том, снять санкции с России можно только тогда, когда Украина и Россия вместе будут выполнять Минские соглашения. Поэтому здесь и в дальнейшем рычаг будет на украинское руководство это делать. Я понимаю, что многие в Украине, может, из-за этого как раз не будут выполнять Минские соглашения. Но, с другой стороны, деться никуда нельзя. Мы должны двигаться вперед, нужно находить общие формы сотрудничества, в том числе и в экономической плоскости на востоке Украины. И опять-таки повторяю, это все сегодня химера, конечно, идея создания общего пространства от Гиссабона до Владивостока. Но поверьте мне, в связи с тем, что у нас идет регионализация экономических союзов, я думаю, что мировая торговая организация сейчас будет проходить громадные изменения. Мы стоим перед главной революцией глобализации. Не будет больше этой всеобъемлющей глобализации в всем мире. Будет региональный союз. Мы же это видим. Это Трамп, это будет делать. Он будет Америку восстанавливать как свой собственный союз. Европа будет свою форму строить. Строить евразийское пространство будет свою, строить Китай свою. И как будут эти региональные блоки между другом и сотрудничать, это время покажет. Но время будет меняться, мы в революционную фазу вступаем. Но вот это будут региональные блоки скорее на экономике основной. На экономическом, первое, на экономическом. А вот что касается безопасности, вот НАТО изменится, вот как вы думаете, в следующем году? Может быть, какие-то блоки появятся другие там? Знаете, после того, как в экономическом плане мир будет перестраиваться и будут появляться совсем другие интересы экономические, в том числе и на евразийском пространстве, на европейском пространстве будет больше Европы, чем раньше, чем трансатлантических идеалов и так далее. Исходя из этого, конечно, вопросы глобальной безопасности, региональной безопасности будут рассматриваться по-новому, по-другому. В какое направление будет идти, мне сейчас трудно сказать, но нужно понимать, что это будет. Поэтому нужно быть готовым к новым, революционным. Здесь в этом отношении изменения. Ну и вот уже подводя итоги, и вот из того, что мы с вами говорили, вот может быть, в качестве прогноза на 2017 год три главных тренда, вот, которые бы вы просто назвали. Раз, два, три. Вот что будем ждать в 2017 году? На что надеяться? Ну, Европе придется становиться более самостоятельной Европейскому Союзу, потому что Америка будет идти своим собственным путем. Трамп будет заниматься Америкой. Вот, я говорю, больше ЕС, меньше трансатлантизма. Предыдущее десятилетие было как раз наоборот. Потом, мне кажется, будет все-таки очень сильно укрепляться евразийский блок. К нему будет, и не под доминированием России, а скорее Китая, который ищет. Мы все время смотрим, как Россия ведет все в отношении Китая. Я смотрю, как Китай наращивает свою силу в отношении России, в отношении Центральной Азии, идет на Кавказ. Турция будет, Иран будет присоединяться к этому новому евразийскому экономическому блоку. Вот на восстановление этого блока нужно очень внимательно смотреть, в том числе и Украине. И третье, я думаю, конечно, исламский экстремизм. Исламская дуга напряженности в исламском мире, она не уходит, она будет дальше расти. И это, с точки зрения моей аналитики, главный вызов для нас, в том числе и для России, для Украины, для Германии, для Европы. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами в прямом эфире. Спасибо. Я хочу напомнить, что Александр был сегодня у нас в прямом эфире. Мы говорили с ним прямо из Берлина практически. До свидания. Это был Укрлаев. Всего хорошего, Александр. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Пойдем. Субтитры подогнал «Симон».